26 мая российские школьники приступили к сдаче единого государственного экзамена по двум предметам. Литература и география по расписанию выпали первыми. Эти предметы не являются обязательными, но выпускники их выбирают, если они необходимы для поступления. Для тех, кто выбрал литературу и географию, сегодня сложный ответственный день. Единый государственный экзамен – это цель всего года. Ребята писали пробные варианты и разбирали задания, чтобы сегодня заработать как можно больше баллов. От результатов ЕГЭ зависит зачисление в университеты. Я выбрал литературу, поступаю на журфак в сферу СМИ. Я участвовал в творческом конкурсе в Державинском, тоже по специальности журналистика, и занял первое место, победил. И теперь мне нужно набрать 65 баллов, чтобы поступить бесплатно. Я сдаю литературу, готовились весь год, но все равно не уверена, потому что все предугадать невозможно. Во-первых, отвезение, кому что выпадет. Вариант все разный. Может быть, одному попадется то, что он учил, а другому нет. Это тоже нельзя предугадать. Я выбрала литературу, потому что собираюсь поступать на журналистику или лингвистику, и там и там нужна литература. Но, по сути, экзамен сложный. Даже в физике не так сложно, говорят, потому что там все-таки есть точные какие-то определения, точные формулы. А здесь некоторые темы очень глубоко нужно поднимать, и все-таки это вызывает определенные трудности. Собираюсь поступать в военно-космическую академию в Можайске, в Питер. Хочу работать по такой профессии, катокрифом. Педагоги помогали ученикам готовиться к серьезному учебному этапу. Выбор экзамена, кроме обязательных предметов, зависел от познания и дальнейшего выбора профессии. Прежде всего, желание детей, ну и, естественно, отсюда изучение углублено определенных предметов. Ну вот конкретно Влад, он выбрал профессию себе картографии, ну что было с картографией, ну и как вариант, вот именно Можайская академия в Питере. Это серьезный учебный заведение, да? Да, и конкурс там большой, но я думаю, он поступит. У него есть для этого все данные. Процесс проведения единого государственного экзамена под строгим наблюдением. Любые нарушения будет фиксировать камера наблюдения. В аудитории, в которых проводятся экзамены, оборудована система видеонаблюдения. В данном случае онлайн-трансляция и штаб оборудован, штаб, пункт проведения оборудования, также система видеонаблюдения. Кроме того, при входе на пункт у нас имеется ручной металлодетектор. В случае обнаружения запрещенных предметов ребенку предлагается сдать. В случае, если он не сдает, тогда за этим ребенком будет особый контроль в пункте проведения экзамена. Вход в экзаменационный пункт только по паспорту. Все данные сверяют и перепроверяют, чтобы не произошло каких-либо отклонений. Географию сегодня выбрали семь школьников. Столько человек, по крайней мере, заявились на сдачу этого предмета. Но они и вправе не прийти на него, так как он необязательный. Для учеников проводят инструктаж. Все действия, как и обещали, пишут на камеру. И за всем этим следят общественные наблюдатели из других областей. Тамбовская область контролирует Тверскую и Тульскую. Во время проведения экзамена запрещается иметь при себе средства связи, электронную числительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, писемные заметки или иные средства хранения передачи информации. На экзамене по географии главный помощник – это своя голова. И только как вспомогательные инструменты возможно использовать линейку и транспортир. На литературе эти предметы бесполезны. Произведения и теория должны быть свежи в памяти, чтобы конечный результат оправдал ожидания. Единый государственный экзамен российские школьники начали впервые сдавать в 2004 году. За это время ежегодно изменяются правила организации и проведения самого экзамена. Время начала тестирования остается прежним. В 10 часов происходит раздача и вскрытие конвертов с заданиями. А вот средства массовой информации во время заполнения и сдачи ЕГЭ находиться нельзя. Поэтому насколько успешно справятся ребята, все узнают только 6 июня. Юлия Хлыстова, Степан Диколенко, Новости ТВ, Рассказыва.